Зимнестойловое содержание скота уже началось. Сейчас животные получают питание по специальному рациону. В отдельных хозяйствах завершаются работы по подготовке помещений и дополнительных кормов. На сегодняшний день проанализирована вся ситуация во всех районах, на всех вермах. Состояние подготовки помещений к земнестойловому содержанию, корма, качество кормов, условия содержания. Я бы сказал, на сегодняшний день оценка удовлетворительная. На семинаре говорили о социально-экономическом развитии и сельскохозяйственных показателях. Отдельно обсудили вопросы обеспечения кормами, затронули тему племенного животноводства. Сейчас в регионе 25 племенных хозяйств. Все они активно взаимодействуют с департаментом, ведется строгий учет и контроль скота. Среди озвученных проблем аграрного сектора особо отметили нехватку кадров. Необходимо привлекать в аграрный сектор молодых специалистов, особенно зоотехников. Сейчас в хозяйствах области есть успешные примеры, когда молодым работникам предоставляется жилье и различные льготы. Проблемы были и всегда остаются. Ну, как всегда, правильно, планово мы занимаемся. Но в этом году погодные условия нас немножко задержали с подготовкой к зимовке. Потому что дожди, целый месяц нас выбили с колеи. Но, тем не менее, люди понимают, организовали и администрацию поселения, и школу. Все помогли, чтобы нам подготовиться вовремя. Ну и, как видите, результат виден. Этот семинар первый в этом году, но далеко не последний. Такая плановая работа департаментом по сельскому хозяйству проводится каждый год. Этой осенью в области состоятся еще два подобных семинара. На них чиновники, фермеры, ветврачи и другие специалисты не только оценивают уровень подготовки к зиме фермерских хозяйств, но и обмениваются информацией по улучшению условий содержания. В этот раз особое внимание уделили вопросам профилактики заболеваний скота, подкормки молодняка и качества родословных животных. Игорь Мерчук, Владимир Сидоров. События. Унический район.